Пятничной легкости и летнего настроения на весь день желаем всем, кто нас смотрит, слушает. Начинается последний рабочий день этой недели. Многие уже планируют свой досуг на выходные. Это приятно. Доброе утро. Речные трамвайчики сегодняшнего дня перестанут принимать пассажиров из Хабаровска. Они будут работать только на вывоз еще оставшихся на островах дачников. Об этом предупредили заранее. Объявления были развешаны в салонах теплоходов, а также информацию передавали через председателей дачных обществ. Вода продолжает пребывать. Сегодня уровень Амура составляет 530 сантиметров, а больше 530 сантиметров рейсы теплоходов полностью прекращаются. Тех, кто все-таки не успеет покинуть острова на последних теплоходах, в случае необходимости вывезут сотрудники МЧС. С 4 августа они ежедневно патрулируют уходящие под воду острова на Амуре и у Хабаровска. Ну что ж, дачникам островов и левобережья, чьи участки попадают в зону подтопления, сезон пока встал на паузу. Ну а для остальных битва за урожай в разгаре. В преддверии дачных выходных мы продолжаем ежедневные консультации, отвечаем на актуальные вопросы. Напомним, оставить их вы можете в любое время на автоответчике, его номер 479975. Ну а этим утром с нами агроном частного питомника Ольга Досаева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем. Вопросы есть у наших дачников, давайте послушаем. Ираида Павловна, почему на листьях помидор появились какие-то пятна? В чем дело? В чем дело? Скажите, пожалуйста, Ираида Павловна спрашивает про помидоры. Вообще это все спровоцировало, конечно, погодные условия, это перепады температуры, это и переувлажнение, и высокие температуры. И ветра у нас были. И это так себя проявляет фитофтора. Сейчас нужно будет подкормить обязательно фосфорно-калийными удобрениями. Если у вас загущены посадки, обязательно проредить, убрать пасынки, дать растениям света. Больше таких каких-то химическими средствами сейчас вы уже не поможете, плюс мы сейчас собираем урожай. Фитоспорин уже тоже как бы поздно, раз он уже себя фитофтора проявила. Ну и борьбу с фитофторой нужно начинать с самой весны. Это мы начинаем делать с семян. То есть перед посадкой вы купили семена, обязательно нужно их замочить в марганцовке, раствор, слабенький раствор марганцовки. Буквально 15-20 минут, после чего мы промываем водичкой, ну и потом семена готовы к посадке. Вот. Выбирайте семена устойчивые к фитофторе. Сейчас это тоже есть такие пометочки, выводятся сорта, которые, они, конечно, не защищены полностью, но у них иммунитет выше у этих сортов. Обязательно соблюдайте севооборот на своих участках. То есть где у вас в этом году росли помидоры, в следующем году вы туда не садите. После картошки нежелательно садить. Можно после гороха, капусты, свеклы. Вот. Засадите сидираты, хорошо перекопайте с осени грядки, которые будете, предполагайте, что вот здесь будут помидоры. Перекопайте на штык лопаты, обработайте, пролейте барганцовочкой. Сидираты засадите, попробуйте их даже успеть заделать с осени в почву. Если нет, то весной можно будет успеть еще это заделать. То есть нужно почву оздоравливать, помогать ей. В общем, вот в чем дело, Ирина Павловна. Поэтому, да, вот, приступайте к исполнению всех рекомендаций. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Картошка зацвела, но кто-то съел все цветочки. Будет ли картошка? Кто съел? Вообще наличие цветочков на картошке – это не показатель того, что будут клубни большие или их совсем не будет. То есть на клубни, на урожайность это не повлияет. Но раз их кто-то съел, значит, кто-то там орудует. И это 28-точечная коровка. И она съедает не только цветы, она доберется еще и до листьев. И когда она начнет съедать листья, кусты начнут сохнуть. Сохнуть раньше времени. И если вот это произойдет, тогда урожайность может снизиться. Что с ней делать? Обязательно нужно с ней бороться. Конечно, лучше химические средства, но так как картошку мы садим не один куст и не 20, а мы садим нормально, чтобы покушать. И использовать на участке химические сильно препараты, ну как бы тоже не очень полезно. Поэтому попробуйте обработать искрой био, можно фитовермом обработать. Ну и одно из самых лучших средств это механически убирать. То есть руками. Под листиками все это заглядывать, смотреть. И вообще хочу сказать, я когда маленькая была и жила у бабушки в деревне, у нас было соревнование, кто больше соберет. Вот семейный досуг. Поэтому устройте соревнование, соберите ее механически, ну и обработайте. Так, еще у нас есть вопросы. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я хотела бы спросить про грушу. У меня две довольно-таки старые груши, хорошо плодоносили, рядом растут. Одна груша почему-то в этом году очень мелкие листья. Прироста не дает. Груш на ней немного, ну вообще груш немного. Что вот делать? Что груша умирает или что-то опрыскивали у груши, ничего не помогает. Одна стоит нормальная, хорошие, большие листья. А на второй мелкие листья прироста нет. Что делать? Ну, первое, что мы... Причин может быть несколько. Первое, что мы делаем, проверяем на наличие вредителей, не съедают ли корневую систему они. То есть посмотрите, подраскопайте. Может быть там муравьи завелись, может муравейник завели. Может быть личинки майского жука подъедают корневую. Вот, возьмите вилы, порыхлите околоствольный круг на диаметр, ну метр-полтора, то есть большой диаметр возьмите, порыхлите вилами. Потом еще это может быть цинковое голодание. Вот, если цинковое голодание, то нужно будет несколько лет подряд, весной, рано весной до распускания почек, обязательно серно-кислым цинком опрыскивать полностью всю грушу. И после цветения нужно будет это сделать. Но это надо будет несколько лет подряд. То есть за один год вы цинковое голодание, цинк не восстановите в растении. Вот, ну и еще одна неприятная такая причина, это может быть вирусное заболевание. И вот как оно проявляется? Мелкие листочки, листья начинают менять свои оттенки. То есть они приобретают оттенки красного, желтого, сиреневого. Ветки легко ломаются. Вот если это все имеет место быть, то, скорее всего, это вирусное заболевание. С ним будет очень сложно бороться. И, скорее всего, возможно, придется выкорчевывать и новое садить. А на второе соседнее дерево не повлияет, если это вирусное? Ну, она, видимо, я так понимаю, что, скорее всего, и сорт другой, потому что он устойчивый. Или вот как раз-таки цинковое голодание. Почему может быть? Вдруг они слишком рядом посажены, и одно растение сильнее, оно вытягивает на себя. Это тоже имеет место быть. В общем, разбирайтесь, решайте вопросы. А у нас есть еще одно обращение. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Сергеевна. Вот такая загадка. Помидоры с каждым годом становятся все хуже и хуже. Вокруг вот этого места, где плод крепится к основному стеблю, образовывается белая мякоть. Просто очень много белой мякоти. Кажется, плод уже созрел, красный полностью, красный, там, розовый. Разрезаешь, область белой мякоти очень большая. Отчего это? Обидно. Причин здесь тоже может быть несколько. Во-первых, нужно убедиться, что действительно срываете спелые. Сорвите, пожалуйста, положите их на подоконник. Положите рядом яблочки. Яблочки способствуют быстрее вызреванию плодов. То есть на солнышке, на подоконнике я так делаю. Потому что погодные условия перед дождем собрал, на подоконник положил, они доспеют за два дня. Что еще может быть? Возможно, вы берете просто семена, на которых есть пометка суперлежкие и транспортабельные. Вот если выбираете вот такие семена ежегодно, то как раз-таки они вот так вот себя проявляют. Высокие температуры влияют. Возможно, перекармливаете азотными удобрениями. Вы много вносите органики. И отсюда вытекает еще одна проблема. Из-за избытка азота плохо всасывается в растение калий и кальций. Плохо поступает в растение, и он тоже вот так вот себя проявляет. Ну и одна такая неприятная причина – это может быть вирусное заболевание столбур. Оно разносится тлей, разносится белокрылкой. Если у вас на участке много сорняков-подорожника, вот может все это. Поэтому смотрите, обязательно нужно будет почву оздоравливать. Эти плоды, да, что они не вредны ли? Нет, они не вредны, не вредны для организма человека. То есть мы можем их кушать. Ничего они на здоровье на наше не повлияют. Но после того, как вы соберете весь урожай, кусты нужно будет собрать, уничтожить, сжечь. Ни в коем случае не в компостную яму, не куда-то там за огород, потому что вирусное заболевание. Чтобы не разнести. Да, оно снова разнесется. И почву нужно будет оздоровить, пролить марганцовочкой с осени, сидираты засадить. Вот. Так, еще у нас как раз-таки про сидираты есть вопрос. Успеваем. Валентина Павловна, скажите, что лучше посадить, овес или горчицу осенью? И нужно ли перекапывать после этого? Или весной перекапывать грядки? Вообще сидираты, их большое количество видов, и они все полезны. Но если вот прям разбираться в тонкостях, что какой лучше, если уж прям совсем стал вопрос, то тогда овес мы садим, если у вас много на участке сорняков, в частности, пырея. Горчицу мы садим, если у вас много вредителей. Ну, вредителей, они, как обычно, везде их много. Но вот если вы заметили на участке проволочника, то однозначно засадите горчицу. Можно ее заделать в почву с осени. Если не успеваете или не хотите, вы можете ее оставить на зиму, она будет как дополнительный снегозадержатель. Ну, а весной уже заделаете. То есть или так, или так. Спасибо большое. Еще раз напоминаем номер автоответчика, на котором вы можете оставить свои вопросы. 47 99 75. Этим утром у нас в гостях была Ольга Досаева, агроном частного питомника.